Всем привет! Вы смотрите канал «Мошенники звонят по телефону». Наливайте чайку, кофейку, ближайшие несколько минут пройдут просто великолепно. Но перед началом разговора пиши комментарий, ставь лайк, подписывайся на канал и бей в колокол. Всё это нужно для того, дорогой мой друг, чтобы как можно больше людей увидели этот ролик и не попадались на мошенников. Приятного просмотра! Алло! Алло, Ян, добрый день! Добрый день! Меня зовут Николай, я из компании «Газпром Инвест». Во-первых, хочу вас поздравить с успешной регистрацией по инвестиционному проекту. Подскажите, вопросы какие-нибудь остались? Поздравить? Ну, спасибо! А что это прям там реально такое, что не пройти регистрацию или что? Места ограничены, вы скажете? Немного не понял вас. Ну, вы с регистрацией, я думал, уже заработал, что-то выиграл там или что-то поздравляете. А с регистрацией-то это? Ага, да нет, ну, просто с регистрацией, да, чтобы успешно зарегистрировались. А что, бывает неуспешно? Да нет, в принципе успешно. Просто вы новенькие, поэтому хотелось бы вас поздравить. Спасибо. Так, смотрите. Значит, что, короче, я зашел, все красиво, хорошо посмотрел, но ни черта не понял, короче. А это, я знаете, что, в принципе, хотел-то? Где это вот там написано, что там типа разрешили, короче, там, достоянием этим народным торговать? Ну, понимаете, да, о чем я говорю? Да, конечно, конечно. Скажите, пожалуйста, это, как говорится, сориентируйте меня, а где это посмотреть? Каким законодательством? Просто я чуть не слышал такого. Еще раз, вы пропали законодатель в том, что... Ну, где это регламентируется, вот это вот самое, что нам разрешили, там, народным достоянием, банщик, то есть, такое. Ну, я... Вы же взрослый мужчина, у вас есть доступ в интернете, вы можете зайти и узнать информацию. Не, я понимаю, что я могу, я как бы тогда, и зачем мне с вами тогда, это самое, общаться? Я-то просто думал, ну, как бы, раз у вас там написано, где-то, значит, и есть, как бы, этот приказ, наверное, у вас там, или как. Я звоню вам, чтобы предоставить вам информацию, если вы еще не поняли. Хорошо, давайте. Хорошо, смотри, подскажите, у вас, я так понимаю, ранения было, да, в цели инвестиций? Ну, не, в это, в инвестиций не было, не было. А в цели заработок, когда интернет был, да, я так правильно понимаю? Да, ну, там по-всякому бывало, жизнь она такая. Понял, понял вас, хорошо. Смотрите, у нас всего существует два вида заработка, это пассивный и активный, запомнили? Нет. Нет, давайте еще раз лучше, конечно. Пассивный и активный. Так. Пассивный это кто? Ну, в смысле, какой? Давайте разберем с вами пассивный. Давайте. Вы пассивный вводируете в один из проектов Газпрома и получаете ежемесячные дивиденды. Двое дивиденды вам знакомо? Ну, это, так, дайте-ка подумать. Это типа, короче, каких-то процентов, там, наверное, да, там, ну... Часть прибыли, которая делится между ее участниками. То есть, вы инвестируете в проекты и получаете ежемесячные выглоты. Да, да, да. Так, у меня понятно. Ага, да, да. Понятно, понятно. Так, и это, получается, пассивный. Да, всего у нас существует четыре проекта. Это Сила Сибири, Северный поток, Туристский поток и один в режиме ожидания открытия, это Северный поток-2. Возможно, слышали что-нибудь об этих проектах? Ну, я слышал, какой-то там этот поток строили-то. Какой это устроили? Северный поток-2. К сожалению, он еще не достроен. А, что это с ним там? Санкции. Не запущен, извините, не запущен. Ну, 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 я что-то слышал так краем уха, что типа там санкции. Или что там, я не знаю. Так, ну, а как он работает? Он же не работает, если он еще не запущен. В него что-то тоже можно инвестировать. Да, поэтому после его открытия у вас тоже будет возможность поучаствовать в этом проекте и получать ежемесячные выплаты. Выплаты происходят каждый месяц, в первую по 5 месяцев. Средняя доходность от таких проектов составляет от 3 до 6%. Ну, как вы можете понять, в отопительный сезон транспортируется газа больше, в неотопительный, естественно, меньше. Вообще, как за новостями? Следите, не следите? Да не, некогда мне следить. Понял вас. То есть, занятой вы его человек, кем работаете, если не секрет? Да там, то и там, то и сям я, короче, девчонок вожу. Таксист, что ли? Нет, это, как сказать. Ну, вот у них есть батя, да, я там туда отвезу, там сюда отвезу. Там заберу, короче, что от нее осталось, там привожу. На базу, так сказать. Понял вас. Доставка, короче, вот, ну, что, блин, да, говорите, что ли, прям, вот, как есть, что ли, что ли, не понимаете, как будто вы, как маленький, но. Да нет, я все прекрасно понимаю. Ну, ну, сам у него где-то отдыхать, там, раз, там, пацаны, там, вызвали, там, я раз, поехал, там, туда-сюда. Днем, там, вот, бывает, за брата, там, прошу у него, говорю, дай, блин, большую машину покататься. Я говорю, на маленькой боюсь, просто, это много же, это, народу на дороге. А на большой едешь, вроде, как бы, сидишь высоко, и не так страшно, если, там, какая-нибудь дура губы красила, не стоит того, этого, и не видел, и заехала в колесо. Колесо-то не помять, а мне свою-то машину жалко, я вот на большой рассекаю. Я, ну, с чувством юмора, у вас все в порядке, я вижу. Да, понятное дело, во. Вот, поэтому, ну, вот смотрите, сейчас у европейцев, я не знаю, знаете вы или нет, но идет газовый кризис. То есть, вот, даже для... Не, не слухал такое, нет, не слухал. Газ за тысячу кубометров стоил до 500 долларов, и это год назад. Сейчас она достигает тысячу двадцати долларов, то есть, за год, представьте, в два раза. Ну, они ж мерзнуть не будут, правильно? Я думаю, вы не хотели бы мерзнуть, ну, так же, как и я. Поэтому им придется оплатить тысячу долларов за тысячу кубометров. Не, а у меня-то печка эта, вон, такая дровяная, я че, че я замерзну? Это если мне, как говорится, лес перекроют, поставку, то да-да-да, а так мне газ-то, вон, как говорится, чужд, я не знаю, что это такое. А если я не ошибаюсь, разве по законодательству ворост можно собирать в лесу? Ну, это по законодательству-то вообще ничего нельзя так-то, по идее. Ну, шо ж теперь, задохнуться или че? Туда не ходи, там пукнуть нельзя, и туда-сюда, извиняюсь, понимаете сами. Ну, и че теперь? Законы они ничего для того, чтобы их нарушать, правильно? Чем больше законов, тем больше нарушений. А без законов оно бы и жилось бы скучно, правильно? Есть такое понятие. Давайте, да, и че, допустим, вот они мерзнуть не будут, и че они будут делать-то-да? И по двойной цене будут покупать его? Конечно. А 6 октября цена достигла почти 2 тысяч, то есть, представьте, в 3 раза. Ну, это все, в принципе, в доступном интернете. Ну, ну, надо бы поглядеть, че-то я, конечно, это, слышу, какие-то колоссальные, вы циферки называете. Вы можете проверить, это было вот 6 октября этого года. Ну, ну, ну. То есть, ну, им придется, понимаете, а кто составщик газа в мире? Это Иран, Ирак, ну, основные, и Российская Федерация, правильно? Угу. То есть, мы. Поэтому, да, им придется, им придется покупать у нас газ даже по тысяче долларов. Ого. И поэтому, с пассивным вариантом, подскажите, вам все понятно? Да, понятно. Давайте к активному уже по дикость перейдем. Давайте. Это торговля на новостных событиях. И давайте, чтобы разобрать, возьмем с вами пример, который ощутил на себе, ну, я думаю, каждый россиянин. Вы припоминаете 2013 год? Ну, да, знаете, пасмурно, мы каждый день пьяные, помню, переобувка шла хорошо, а, и снега, кстати, не было, помню, помню. А, и еще, вот, знаете, еще вспомнил, Колян ко мне приезжал в соседи, говорит, умею жарить шашлык, говорит, я, короче, еще тот осетынец, я, короче, нормально жарю, так масса, что ты просто палчик оближешь. Ну, пожарил он, я, короче, поглядел, ну, уголь и то светлее, чем, блядь, то, что получилось у него. Такого я еще не видел, там даже кости сгорели, ну, как такое можно, разве в Осетии так жарит? Да если бы его к мангалу подпустили, его бы там нормальные ситринцы и застрелили на месте же бы, за такую жарку, блин. Помню, конечно, этот год я не забуду, никогда. Яна, отличное воспоминание. Конечно, самое яркое все запоминается. Да, ну, а вы помните, когда курс доллара к рублю за одну ночь меняется с 35 до 70? А? Говорю, когда за одну ночь курс доллара к рублю за одну ночь с 35 меняется до 70? Нет, что-то такого не припомню. Как это? Вы, конечно, отлично помните 2014. Вы такое не помните? Ну, блин, ну, конечно, я не помню. Я что, долларами, что ли, рассчитывался? У меня вроде румблики были, а то, что он там подпрыгнул, я не помню, даже вот вообще не вспомню, когда. Помню, что когда-то, когда я еще был пиздьюком, бензин по 2,95 в планету 5 заправлял, потом что-то еще было. Ну, так и смачные моменты, только те, которые были приятны мне. А вот по части, как говорится, экономического вопроса, да, и политического, да и мне они хоть пусть там, блядь, перепетушатся все. И этот курс там, лишь бы меня не трогали, как говорится, вот и все. Я особо-то внимания не обращаю, так что, ну уж, извиняйте, напоминайте тогда, раз, какого это было, в каком, ну, в 14-м, весна, осень, лето, зима. Это че, так, ну и че в этих годах было? Экономика, Рорсова. А, блин, ну я думал, у меня жена родилась, она как раз у меня в 93-м родилась. Ну, 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 ладно, давайте дальше. А, я вас понял. Так. Хорошо, ну то есть каждый день выходят новостные события. Это сейчас-то, что не день, то поебень, а раньше было классно. Раньше было хорошо, а сейчас новостные какие? То там че-то, то там, то там, сям, такое. Ну, то есть даже вот буквально три дня выходит назад новость о том, что появляется в августе новый штанг коронавируса. А ну-ка, ой, че-то я слышал этот, как его зовут, ну-ка. Биткоин, да, или как-то? Че-то мне сегодня эта матушка звонила, говорила, говорит, там новый вирус. Биткоин, или как? Нет, нет, это коронавирус, это болезнь, понимаете? Нет, я не понимаю. Я вот это, че-то, сколько живу, че-то мне сегодня, она говорит, какой-то коронавирус, говорит, уже года три. А где это такое? Я вроде в Москве живу, и не слыхал. В Африке. А, в Африке, вот, сколько, блядь, я думал, у нас тут уже это самое. Нет, новый штанг коронавируса, ну и уже могли в Россию найти, и пока... Штанг, это че такое штанг? Штампует его, что ли, там, Лич? Нет, новое мутирование, то есть оно мутирует и становится сильнее. Обождите, а как оно относится, вот, ну, к этому, к Газпрому, вот вы же, а вы же с Газпрома? Конечно. Ну, а как оно вот к вам относится? А, или вы на этой новосте... Он пытается объяснить, а вы меня перебиваете. А, да я просто люблю это, погутарить, я в это, в пробке стою. Вы что, меня извините, тут, конечно, мне скучно одному. Ну, я, я прекрасно, я прекрасно понимаю, что вот, мы с вами можем поговорить. Сейчас, подождите, я рацию выключу, а то, блядь, сбивает меня. Ага, давайте дальше, так. Вот, на этой новости не купало порядка пяти долларов за одну бочку. Опа, дайте угадаю, можно? Потому что где-то там завод... Нет, не пяти долларов, трёх. Завод перерабатывающий закрыли на коронавирус, да? Нет, нет, просто из-за нового, вот, из-за такой новости, что нашли новый штамп, нефть обрушилась в цене. Ну, а вот почему она обрушилась в цене? Почему, вот, она же, ну, как бы ей-то, что это нефть? А она есть. Не понял. Алло. 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 Да что, блядь, вся связь. Шик за хуня. Мэй, куманёк. Мэй, куманёк. Алло. Мэй, куманёк. Шик за хуня. Алло. Тюблядь. Алло. Алло. Да, я перестал вас слышать. А, да, я тоже, я алло, алю. Так, и чё дальше-то к коронавирусу поднялась нефть? А что это спровоцировало поднятие? Нефть, нефть упала. Ну, в цене поднялась, или наоборот упала? Нет, упала в цене, потому что, ну, из-за нового штаба коронавируса, если он окажется опасным, мир уградят, ну, более строгие ограничения. Так. Ну? А, значит, ну, неизбежно снизится спрос на энергоносители. А, вон он и как. Вот, и понимаете, рынок, он не стоит на месте. Каждый день что-то меняется, и что-то влияет на него. Зная заранее с вами такую информацию, мы производим обычную спекуляцию. Купили дешевле, продали дороже. Так, есть такое дело. Ну, вопрос еще один такой, а откуда вы будете это знать? Или у вас, это, имеется инсайдерская информация? Для наших инвесторов мы предоставляем полное сопровождение от аналитического департамента. Это специалисты, которые вместо вас следят за событиями на рынке и... Департамента? А что такое департамент? Аналитический департамент. Это те люди, которые аналитики, которые ведутся... Нет, нет, это понятно, что там аналитики, там, сбылитики, это ясно. А департамент, это как вот, ну, как понимать такое слово департамент? Это что-то, знаете, как вот на пол Москвы, типа такое здание огромное, такое прям весомое. Ну, это знаете, вот как вот департамент по образованию там есть, там еще что-то. А это вы говорите аналитический департамент, я вообще такого ни разу не слышал. Где он находится-то вообще хоть где-то, наверное, в Америке или где? Нет, 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 конечно, не в Америке. А где это такое? Это просто отдел компании. А, ну, небольшой такой, да? Ну, порядка 100 человек. А, ну, это какой же департамент? Это департаменюк. Под департаментник. Вы считаете, ну, да. Ну, да, ну, а как вы можете считать? Если есть департамент, это просто если 100 человек, то это под департаментник. Тогда получается это как-то так. Хорошо, хорошо, давайте отделы. Давайте дальше-то там, понятно, да. Давайте отдел, если для вас... Отдел. Отдел, отдел, давайте более понятным будет, конечно. Бизнес будем называть предпринимателями. Пусть будет, не без разницы, хоть как. Просто как бы умными такими словами для меня это не совсем понятно. И как бы, ну, мало ли вы там это самое. Откуда вы мне звоните, это я же не понимаю. Ну, дальше давайте. Ну, вы же прошли регистрацию, и я... Ну, я прошел, ну, я же там не видел вашего номера. Вот вы из какого мне номера вы мне звоните? Черт его знает. Вот откуда, где он там у вас есть? Вы сами-то его хоть знаете? А, при чем здесь номер? Ну, наверное, номер, я не понимаю. Номер? А при чем здесь номер? Так вот, так надо номер-то ведь помнить его наизусть. Вы номер, что ли, не знаете? А зачем? Вот тебе, господи, здрасте, приехали. А что, так можно было? Вот я звоню со своего номера, я же знаю, какой у меня номер. А вы знаете, вы же работаете... Вы поприкалываться пришли? Нет, я еду вообще, куда я пришел-то? Ну, вы прошли регистрацию. Ну, я прошел регистрацию, да. Я думал, вы нормальный Газпром, а вы опять головы говяжьи, блядь, ебаный в рот нахуй. Я думал, вы хорошие ребята. Эх ты, сало украшение. Субтитры сделал DimaTorzok